Теперь у нас есть новый торт, называется Байден. Знаете такой торт? Нет еще. Нет. Это то же самое, что Наполеон, только без яиц. Путин серьезно думал о том, что он может уйти. Он один из очень немногих людей, которых вообще я встречал в жизни, которые могут говорить с совершенно разными людьми. Это такой дар вербовки. Украине надо быть готовым к тому, что эта проблема встанет. Конечно, политики это начнут политизировать, и журналисты это начнут раздувать и раскалывать общество. Такой реальный рейтинг Путина и партии «Единая Россия». Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политека. У нас сегодня особый эфир. В нашей студии бывший советник президента Российской Федерации по экономическим вопросам Андрей Иларионов и капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. Господа, рад вас видеть. Спасибо. Добрый день. Спасибо. Спасибо. Прежде чем мы начнем обсуждать актуальные темы, я думаю, что в качестве такого небольшого вступления у многих наших зрителей может возникнуть вопрос. А что, собственно, объединяет и, конечно же, разделяет бывшего советника российского президента и американского военного? И чем вы занимаетесь в Украине? Андрей Николаевич, начнем с вас, потому что Гарри Та чаще приходит к нам. Я не знаю, что нас разделяет. По-моему, такого ничего нет. По-моему, все, что есть, он нас объединяет. А что конкретнее именно вас объединяет? Взгляд на мир. Взгляд на мир и на то, что происходит в нынешних, в сегодня и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в Украине. Удивительно, но наши подходы, наши взгляды, наши отношения к событиям, к действиям, к разным людям оказываются очень близкими и совпадающими. Гарри? Да, я согласен с Андреем Николаевичем полностью. Это был такой немножко сюрреализм, что ли. Потому что, когда я слушал передачи Андрея Николаевича, во-первых, я считаю, что у меня, может быть, там 3-4 человека в жизни, которые я могу назвать моими учителями. Это обычно были люди старшие, в званиях, в чинах. Я очень многому учусь у Андрея Николаевича, я его слушаю. И было такое, что когда я слушал его, до того, как мы познакомились, я слушал его программы, и я думал, подождите, я только что это же сказал, ну, не в этих же словах, Андрей Николаевич ученый человек, а я более такой казарменный. Я говорил то же самое, но даже некоторые слова совпадали. Я, мне люди стали писать, но это же Иларионов сказал, там, 2 недели тому назад. Я подумал, люди думают, что я занимаюсь плагиаризмом. Есть такое слово плагиаризмом? Плагиат. Плагиатом. Плагиатом. Плагиатом по-русски. Что я занимаюсь плагиатом. И когда мы встретились на какой-то из программ, и сказал Андрей Николаевич, я прошу прощения, но я не повторяю то, что вы говорите. Это просто так совпадает. На что Андрей Николаевич мне сказал, вы свободны повторять все, что я говорю. Я, говорит, слушаю вас тоже. На самом деле это происходит и в обратном направлении так же, потому что, еще раз скажу, схожий взгляд на мир, схожий взгляд на события, приводит к тому, что наши оценки совпадают очень часто и очень близки. В том числе по тем вопросам, которые сейчас находятся в центре внимания. Хорошо, Андрей Николаевич. Сейчас я дополню просто, что когда я выступал, или у тебя в программе, мы с тобой много лет уже вместе, я выходил после программы, и я один идиот, что ли, это так вижу. Может быть, я сумасшедший. Знаешь, это как там в школе в советской говорят, вот у нас там собрали урожай, мы там столько-то чугуна сделали, столько-то... И в школе тебя учили, и в телевизоре все, а ты выходил, а в магазинах ничего нет. И будучи ребенком, ты спрашивал у родителей, а куда же это все, что вот мы тут имеем, где эти все апельсины, где эти все картошки, где это все? Все изобилие. Ну, а родители не хотели, чтобы ты попадал в неприятности. Они говорили, они есть, мы там помогаем Африке, мы там то есть, ну, тоже тебе врали. Ну, ты рос в этом вранье. И дети, я думаю, у которых было больше мозгов, чем у белки, они начинали понимать, или они сумасшедшие, или весь мир сумасшедший, который они видят. И вот у меня происходило то же самое. Я выходил там после твоей передачи, думаю, или я идиот, и никто это кроме меня не видит, или они все идиоты, и не хотят этого видеть, вот реальные вещи. Ну, когда я уже встретил Анина Николаевича, я говорил, ну, слава богу, еще один. Я не один такой. Да, еще есть один такой, а потом Вейлер появился. Уже стало легче. Андрей Михайлович, вы один из немногих, кто очень хорошо знает нашего главного внешнего врага, Владимира Путина. Скажите, пожалуйста, вот власть придержащие на Банковой не совершали каких-либо попыток, чтобы этим воспользоваться? Ну, например, Владимир Зеленский, если бы обратился к вам за советом, вы бы приняли такое вот предложение, или бы все же ему отказали? Смотрите, во-первых, никогда такого обращения не было, это раз. Во-вторых, даже если бы такое обращение было касающееся именно личности Путина, то был бы, естественно, автоматический отказ. Это связано не с какими-либо причинами, а просто с вопросами этики. Я работал с Путиным в течение почти шести лет, и когда-то работаю с человеком, независимо от того, кто он, этот человек, есть определенные отношения между людьми, которые работают вместе, которые регулярно встречаются, и информация, которая становится известным, ну, я, по крайней мере, для себя считаю невозможным. Эту информацию, она какая-то информация, может быть, является секретной, какая-то не является секретной. Но с моей точки зрения, по этическим соображениям, этой информацией делиться нельзя. Чем можно делиться, и чем я делился, делюсь и собираюсь делиться? Своими оценками того, что делает тот или иной человек, включая и тот человек, с которым я работал шесть лет. Я этим делился публично, и тогда, когда работал советником, и после того, как ушел, делаю сейчас. Причем это касается тех случаев, когда я согласен с Путиным. Раньше было больше, сейчас меньше, почти, очень редко, но бывает и такое. И тогда, когда я не согласен, и это было не только тогда, когда я ушел с этого поста, но и тогда, когда я работал советником, я публично критиковал Путина, будучи его советником, что приводило в состояние истерики всех сотрудников администрации президента России. Надо отдать должное Путину, что, по крайней мере, тогда он, впрочем, и сейчас, он не принимал действий в мой адрес, касающиеся моих критических высказываний в его адрес. Он прислушивался к критике? Мне трудно сказать. По крайней мере, когда мы в частном порядке, ну не в частном порядке, в рабочем порядке, мы обсуждали разные вещи, он исключительно внимательно относился ко всему тому, что говорил я, и очень часто принимал решения, исходя из тех соображений, которые говорил я, иногда в полном противоречии с тем, что советовал ему весь кабинет, и принимал решения. И было несколько очень таких болезненных для моих коллег ситуаций, когда, несмотря на то, что кабинет правительства придерживался одной точки зрения, а Путин принимал другую точку зрения, которую советовал только один человек. Но были и случаи, когда он действовал вопреки тому, что я советовал. Как, например, по вопросу войны в Чечне, по вопросу агрессивной политики по отношению к Украине, между прочим, я с ним это обсуждал. Когда это еще касалось газовых войн, если вы помните тогда, значит, у нас тогда были очень серьезные разногласия. Естественно, это касалось таких вопросов, когда разгром ЮКОСа, преследование Ходорковского, или такие случаи, как, например, использование газов против заложников Норд-Ости. И у меня тогда не было, естественно, никаких представлений о том, что он собирается делать, но мы с ним говорили о том, какие меры должны были быть приняты для того, чтобы спасти заложников. Он к этим советам не прислушался. И то же самое было по поводу школы в Беслане. Это, кстати, один из предметов принципиального расхождения с Путиным, что привело к моей отставке, моей личной, я подал отставку с поста Шерпы. Ну и вопрос, например, крупномасштабной коррупции в российском руководстве, когда и он, и его сотрудники обсуждали, принимали решение о том, как похитить 12 миллиардов долларов из российских активов. Ну, просто на этом совещании, которое там было дюжина людей, и где участвовал и Путин, и Медведев, и Кудрин, и Греф, и там другие люди, они принимали решение о том, как похитить эти 12 миллиардов долларов. В общем, единственный человек, который выступал против, это был я. Но после этого я сказал, что больше я работать советником Путина не могу, и ему сказал об этом в лицо. И деньги похитили? Ну, через полгода, они сразу как-то было неудобно, а вот тогда еще стеснялись, но сделали это через полгода. Когда мы с Гарри обсуждаем события, которые происходят в Российской Федерации, Гарри очень часто называет Путина чертовски умным парнем. Ну, не чертовски умным, он хитрый. Ну, умный и хитрый. Он КГБшник. А, Владимир Владимирович, действительно умный и хитрый, вот какую все-таки характеристику вы бы ему дали? Я бы не сказал, может быть, что он особенно хитрый, но он, безусловно, умный, он, безусловно, очень много помнит. У него очень хорошая память, реально хорошая память. Она, естественно, как у каждого человека, она специфическая. Он помнит одно и, может быть, не помнит другое. Он может ошибаться и часто ошибается, особенно тогда, когда он, например, что произошло с Украиной, где проходили границы, что кому принадлежит. Тут у него совершенно другая память, у него память такая фантасмагорическая. Он создал себе некий образ и воспроизводит этот образ, как будто он реальный существует. Здесь ничего общего с действительностью нет. Но, что касается конкретных людей, он, насколько я понимаю, является просто таким вот профессиональным. Это даже, может быть, не от КГБ. КГБ, может быть, что-то добавило этому, но это какая-то внутренняя... Потому что я много встречал тоже сотрудников КГБ, которые не имеют этих качеств. То есть это у него просто личное какое-то качество. Он хорошо, с его точки зрения, понимает людей. Улицу. Вот, понимает людей. И он один из очень немногих людей, которых вообще я встречал в жизни, которые могут говорить с совершенно разными людьми. С людьми, представляющими разные стороны политического спектра или разные, как бы так сказать, части человеческого общества. Он может, в общем, если он захочет, может говорить и с людьми, как бы так сказать, на высоком уровне, на дипломатическом уровне и с обычными людьми, которые к этому не имеют отношения. У него есть этот определенный дар. Может быть, это тоже дар, как бы, дополнительно отработан в ходе его профессиональной работы в КГБ. Но это такой дар, как бы, вербовки. Вербовки и в традиционном смысле слова, и даже в более широком смысле. Он как бы вербует своего собеседника для того, чтобы этот собеседник, если он является противником, стал бы как минимум нейтральным по отношению к нему, либо его сторонником. Он располагает себе, он действительно настроен, это психологически настроен на то, чтобы его собеседник, человек, с которым он говорит, стал бы его соратником, союзником, помощником, или, по крайней мере, не противодействовал бы ему. И для того, чтобы отставить свою точку зрения в этой ситуации, требуется особое усилие у человека, кто ведет такой разговор. И он, вот когда он разговаривает один на один, он добивается очень серьезных результатов. Когда он начинает говорить на широкую публику, где присутствуют разные люди, это его особое качество перестает действовать, потому что люди же разные, и взгляды у них разные, интересы разные, подходы у них разные, психология разная. И поэтому вот это особое качество, оно не действует на большие аудитории. Однако вот в небольших разговорах, когда присутствует один-два человека, особенно когда один человек, то он мобилизуется, это его и личная, видимо, тренировка, или тренировка, которую, так сказать, он приобрел в результате работы в КГБ. И если он хочет, если он не хочет, он, конечно, покажет, насколько собеседник ему неприятен. И такие случаи бывали неоднократно. Но если его задача заключается в том, чтобы расположить собеседника к себе, он может добиться невероятных результатов, что и неоднократно было продемонстрировано в встречах, в том числе и с зарубежными лидерами. Гарри, я хочу сказать, что я имею в виду, что он умный в том смысле, как умный Сталин был, он тоже не дурак, Гитлер был не дурак. Эти тираны, они не идиоты, они умеют манипулировать и массами, и людьми, и вот как Андрей Николаевич говорит, расположить к себе. И да, он иногда прав, иногда прав, я тоже с ним согласен в некоторых выражениях. Я и согласен с Гитлером в некоторых вещах. Например, Гитлер сказал, что в Катыни 20 чем-то тысяч офицеров убили не эсэсовцы, а НКВДшники. А если бы ты при советской власти это бы сказал, значит, ты за Гитлера. Но это была правда. Иногда они говорят правду. Они же не все время врут. Вот, поэтому и очень сложно за этим следить. Но вот насчет твоего первого вопроса к Андрею Николаевичу. Мне тоже очень часто говорят, а что у тебя там общего там с Иларионова? Он же на Путина работал, ты же в это время против них действовал все. И он же там за вербовом ФСБ. Или они там бывших не бывают. Я говорю, это же хорошо. И ФСБ что-то вам говорят. Это тоже говорят. Я говорю, я-то не работал на Путина. Я не работал с ним. Я не знаю, кто-то. Я его один раз издалека видел. Так я говорю, это же и хорошо. Почему? Что общего я в этом нашел? Потому что, когда я пошел на службу в Соединенные Штаты, когда я приехал в Соединенные Штаты, ребенком и ростом, я понимал, насколько правильная страна, насколько правильные ценности. Я осознал, насколько это опасно, насколько людей хотят уничтожить Америку. Будучи молодым человеком, я не знал, как служить. Я там, насмотревшись советских фильмов, надо идти служить в армию. Вот это единственное, как ты можешь Родине помочь. Ну, и так у меня получилось. Ну, когда у меня, я уже вырос немножко в званиях, и мне начали давать секретность и проверять. Меня некоторые были, говорили, подожди, у него отец был коммунистом, он сам был пионером. Что вы обсуждали на пионерских собраниях? Я говорю, ну, мне тогда было 12 лет, я только вообще понял, что у меня есть гениталия. Я не помню сейчас об этом, я помню только, ну, как свергнуть американскую власть военным способом. Что мы там обсуждали? Детьми были. 12-то лет. А были люди, которые говорили, вы что, идиоты? Вы, идиоты, мы нашли мешок с миллион долларов. Это вот этот вот парень. Он говорит по-русски, он понимает их систему, он понимает их язык, он понимает их менталитет. Мы должны, наоборот, использовать это. Израильтяне это делают все время. Поэтому я тоже говорю, вы что, идиоты? Андрей Николаевич, это миллион долларов, который лежит на улице, и вы его нашли. И они споткнулись на него. Наоборот. Это же прекрасно, что он. Никто лучше его Путина не знает. Никто лучше его этой системы не знает. Более того, никто лучше его экономику этой системы не знает. А главнее экономики ничего нет. Все зависит от нее. И армия от нее зависит. И здравоохранение от нее зависит. Все зависит от нее. Поэтому это нас, я думаю, и объединило тоже. И сейчас я узнаю, что много людей мне пишут и говорят, мы хотим узнать больше, мы хотим поговорить, мы хотим познакомиться с Эларионовым. И вот 6 октября мы сделаем встречу с Андреем Николаевичем Эларионовым, где он расскажет про будущее экономическое будущее Украины. Миллиард долларов и будущее Украины, да, Андрей Николаевич? Триллион. Триллион. Триллион, да. Чуть-чуть побольше. Знаете, там, где я нахожу еще миллиард, что триллион, для меня примерно одинаково. Все желающие, я понимаю, можно прийти на эту встречу, да? Да, да, да. Все желающие. Это у меня на сайте выставлено, в фейсбуке. Везде выставлено, где это будет встреча с Андреем Николаевичем. И он сможет ответить на ваши вопросы. И таким образом мы сможем всех познакомить лично с ним. И люди, которые с ним согласны, не согласны, смогут задавать вопросы. Я тоже поговорю немножко о том, как разрушается наша армия. Как сегодня пытаются избавить от наших морских котиков, от летчиков, разрушить армию. Ну, как разрушить полицию, уничтожить мирового жандарма. Еще занимается Байден на посту президента. Да, да, еще потому что Андрей Николаевич и я несколько раз выступили за Трампа, приведя примеры и факты. И против Байдена, ну, значит, мы агенты ФСБ, работаем на Путина. Это однозначно. Многие так решили и убедили других, включая много журналистов. Местных. Вот, и смогут встретиться и задать такие вопросы. Я буду говорить, но если с Андреем Николаевичем можно не соглашаться и задавать ему вопросы, то со мной не надо. Со мной лучше соглашаться и задавать. Я думаю, что будет очень интересная встреча. Господа, давайте также мы с вами обсудим и голосование, которое уже состоялось в Российской Федерации. Сложно это назвать выборами, потому что выборы Российской Федерации – это сплошная несовместимость. Поэтому будем как раз использовать слово «голосование» или, как вы, Андрей Николаевич, говорите, спецоперация. Тем не менее, главный итог этого голосования какой он? – Сохранение жестко авторитарного политического режима в России с элементами тоталитаризма. Это главный результат. Это тот режим, который создавал тот самый Владимир Путин, который мы затронули вначале. Он создавал, создал. Он продолжает его делать еще более жестким, еще более авторитарным. Там еще больше добавляется элементов тоталитарных туда. То, что еще когда-то можно было как-то называть оппозицией, уничтожено полностью. Сейчас уничтожены не только оппозиции, уничтожены основные элементы гражданского общества, альтернативного или не совпадающего с политическим режимом. Этим продолжается режим заниматься. Приближается, мало-мало сейчас отличается чем от белорусского режима. И такими хорошими темпами приближается к туркменским и северокорейским образцам. Знаем, что Центральная избирательная комиссия уже обработала все 100% бюллетеней, протоколов 48 или 49%. Набрала Единая Россия. Скажите, а какой реальный рейтинг Путина и партии Единая Россия? Это невозможно установить. Есть особенность для социологии. Вот есть наука социологии, которая измеряет общественное мнение. Измеряет и мнение отдельного человека, и больших групп людей, в том числе и общества. Сама социология зародилась и развивалась и достигла величайших вершин развития в свободных обществах, в демократических обществах. Потому что только в свободных обществах можно теми инструментами, которые существуют, измерить мнение людей. Поскольку, по крайней мере, в свободных обществах люди, по крайней мере, многие из них могут высказывать свою точку зрения, не опасаясь санкций за высказывание своей точки зрения. В авторитарных режимах, в жестко авторитарных режимах, тем более в тоталитарных режимах, колоссальное количество людей запугано. Они боятся высказывать свою точку зрения. Раз. Второе. Даже тогда, когда некоторые из них не боятся высказывать свою точку зрения, их точка зрения определена в значительной степени монопольной точкой зрения, монопольной позиции, сформированной государственной пропагандой. И поэтому даже тогда, когда применяются стандартные методы социологического обследования в авторитарных режимах, получаемые результаты не дают реального отражения мнения миллионов людей. Они получаются искаженными. Именно поэтому в условиях Советского Союза социологии, как науки и следующие, общественное мнение реально не существовало. Она стала появляться только в 87-88 году, когда был создан первый ФЦИОМ, еще знаменитый Левадовский ФЦИОМ, который стал исследовать общественное мнение. Почему это стало возможным? Потому что страна из тоталитарной стала постепенно, достаточно быстро превращаться в открытое общество. И тогда появилась эта возможность. Украина из трех восточнославянских государств, Россия, Беларусь и Украина, Украина обладает самой развитой системой социологической науки, социологических служб. Тут десятки различных социологических центров, которые и конкурируют друг с другом, и помогают друг с другом. И если один центр дает одну оценку, то через 2-3 недели другой центр проводит аналогичные или похожие исследования, в результате которых могут совпадать или не совпадать. С этим есть возможность сравнивать это. Ничего подобного тому, что делает украинская социология, ни в России, ни тем более в Беларуси не существует. Например, просто хочу сказать, в Украине фантастическая социология, результат социологии по регионам. Потому что есть возможность получить представление о том, как думают люди на западе страны, на востоке страны, на севере, на юге. И мы видим просто тот один центр, другой центр чуть ли не ежедневно публикует различные опросы общественного мнения. И у всех есть достаточно адекватное представление о том, что думает страна, что думают те или иные группы населения в тех или иных регионах. Люди придерживаются тех или иных культурных или цивилизованных ценностей и так далее. Это невозможно в России, это невозможно в Беларуси. Почему? Потому что в этих двух странах существуют жесткие авторитарные режимы, в которых люди, а, запуганы, б, их мнение сформировано пропагандой. И С, просто сама наука как социология является врагом режимов, потому что эта наука могла бы давать представление о том, как могли бы думать люди. И это, естественно, является вражеской позицией для авторитарных режимов. Гарри, вот Российская Федерация и Беларусь – это авторитарные государства. Украина – это демократическая страна, и участь и Беларуси, и России Украине удалось избежать, потому что у нас есть выборы, у нас есть интрига, соревнования в политике. Вот вы бывали в этих странах, вы общались со многими людьми, вот почему Украина идет другим путем? Почему нам это удалось? И, по сути, многие там жители, оппозиционные политики, как Россия, так и Беларусь, они завидуют нам. Не знаю, почему у вас осталось, наверное, это может быть и у Марка Солонина, надо спросить, как историка, у вас история тяжелая, вы все время боретесь за что-то, за свободу, похоже на Израиль немного, это мое личное мнение. Но я больше переживаю за свою страну, за Соединенные Штаты Америки, потому что мы из демократического, вот такого, как Украина, которая всегда боролась, боролась за других, чтобы везде вот эти американские ценности были, демократия. Мы превращаемся вот в это авторитарное, где мы уже боимся что-то говорить, а если что-то скажем, уволят с работы тебя, из института, который должен это защищать, свободу слова. А когда сын Байдена попадает в какую-то неприятность опять президента, и такие люди, как Андрей Николаевич, начинают об этом говорить, или в Афганистане что-то происходит, сразу атака на этого человека, причем сразу видно, из блогеров, журналистов, сразу начинают атаковать человека, и с российской стороны, и даже, поэтому моя сторона, и когда говорили, что это Трамп будет диктатором, это Трамп нас лишит, демократических институтов, как свобода слова, как ношение на оружие, вторая поправка, то получается до точности наоборот. Соединенные Штаты становятся авторитарными, мы боимся что-то говорить, потому что нас уволят, потому что нас забанят, потому что нас санкционируют с Ютуба, да, с нами такое происходило с тобой, страйки дадут из-за того, что Табах что-то не то ляпнул, а ты, Вадим, не поймал это и выставил Ютуб, и я, допустим, сегодня переживаю за своих детей, потому что мои дети служат, ну да, пока они там с сержантами, с лейтенантами, еще нормально, а когда они дойдут до полковников и генералов, там будет уже политический, их папа политически неправильно говорит, враги народа, и это уже чувствуется. Чем ваш папа занимается? В Украине, да, и это я уже переживаю за своих детей, потому что нашу армию уже разрушают, и это видно, как это происходит, поэтому, конечно, я переживаю, а опять же скажу словами Андрея Николаевича, а почему это происходит? Вот надо задать себе вопрос, а почему? Почему Украина тогда не получает военную помощь? Почему в Украине до сих пор нету посла Соединенных Штатов Америки? Может быть, потому что вы чересчур свободолюбивые и не хотите идти в ногу с ротой с Россией, с Белоруссией, с Соединенными Штатами, с Европой, туда, в Давос, туда, где все поровну, где... И как минимум ПДЧ нам никто не... Да, не определяет. Вот задайте себе этот вопрос. Мы еще поговорим о ситуации Соединенных Штатов Америки. Но я хочу сказать про выборы, я хочу сказать про выборы, Андрей Николаевич, когда, я считаю, когда начинают люди говорить анекдоты про что-то там, про президента, про партию, ты уже понимаешь, как советский человек, что уже что-то не то, как сегодня у нас в Америке анекдот есть, что теперь у нас есть новый торт, называется Байден. Знаете такой торт? Нет еще. Нет. Это то же самое, что Наполеон, только без яиц. Вот. Да. И когда начинаются такие анекдоты, и то же самое про выборы, когда приходит, кто там избиркомом командует в России, я забыл. Госпожа Памфилова. Памфилова приходит к Путину и говорит, у меня есть хорошая новость и плохая новость. Он говорит, какая? Он говорит, давайте сначала хорошую. Он говорит, вы победили на выборах, вы президент Российской Федерации. Он говорит, какая плохая? Он говорит, за вас никто не голосовал. Так что, когда такие анекдоты выходят, то ты уже понимаешь, что народ... Господа, вернемся к голосованию. А вот если можно, Вадим, да, вы как раз можете по поводу вот к этой теме. Это может быть тоже названо анекдотом, но по сути дела это один из важнейших признаков определения свободного или несвободного режима. Когда ты знаешь, кто победит на выборах, или в результате, кто будет объявлен победителем голосования, это гарантия того, что это несвободный режим. В России все знают, кто окажется победителем голосования на президентских так называемых выборах или на парламентских так называемых выборах. Никакой интриги нет. Все знают, кто будет. И это знают последние 20 лет. А что касается свободной страны, как и Украине, до последнего момента стопроцентной гарантии, кто победит, нет. За полгода до президентских выборов никто не знал, кто станет президентом Украины. И в этот раз, и в предыдущий. Кто останется, даже как мы теперь знаем, кто останется до конца президентского срока, это до конца неизвестно. Это говорит о том, что это свободная страна, потому что это постоянное изменение политической ситуации, интересов, взглядов, позиций людей. И это может измениться в любой стране. Это живая система, а не мертвая, установленная, когда все знают задолго, у нас теперь до 2034 года, все знают, кто будет президентом России. Это такой пример. Раньше был анекдот на эту тему. Говорят, что в России знают, кто будет президент до выборов. В Америке не знают, кто будет президент, пока не будут выборы. А в Израиле не знают, кто президент даже уже после выборов. Они еще не знают, они еще продолжают спорить. Но у нас тоже сейчас. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, после думского голосования наверняка в Кремле может актуализироваться тема преемника Владимира Путина, или же, как называют еще другими словами, транзита власти. Существуют ли определенные сценарии? И можем вспомнить 2007 год, когда среди преемников Путина называли или Дмитрия Медведева, или Сергея Иванова. Но выбор пал как раз на Дмитрия Медведева. Я думаю, что эта ситуация была одноразовая. Ситуация 2005-2008 годов, когда Путин серьезно думал о том, что он может уйти из власти, хотя он понимал, что этот уход будет постепенным. И он думал о том, кого он мог бы оставить на посту, кто полностью удовлетворял бы его, и кто обеспечил бы ему безопасность. А эксперимент, который он провел с господином Медведевым в 2008-2012 годах, убедил его в том, что никому доверять нельзя. Вот как учил нас господин Мюллер, бригадан Фюрер, из того, что в этом мире никому нельзя доверять. Мне можно. Даже самому себе. Ему можно. И он понял, что доверить эту важнейшую позицию, которая обеспечивает его личную безопасность, его личную жизнь, жизнь его близких, дорогих ему людей, он не может никому. Поэтому все, что мы слышим по поводу преемника, наследника, наследницы и так далее на эту тему, с моей точки зрения, свидетельствует лишь о некоторых фантазиях этих авторов, которые выражают либо свое собственное мнение, либо мнение, которое им подброшено, в том числе чрезвычайно удачно в качестве спецоперации, для того, чтобы отвлекать широкие массы наблюдателей от принятого глубоко внутренне принятого решения о том, что он никуда уходить не будет до конца. Андрей Николаевич, очень интересная ситуация сложилась вокруг Дмитрия Медведева, бывшего президента Российской Федерации, а ныне председателя партии «Единая Россия». Традиционно мы знаем, что председатель партии идет во главе списка, или как минимум входит в первую пятерку. Но в случае с Дмитрием Медведевым получилось все наоборот. Он не повел партию во главе списка, не вошел в первую пятерку. Почему? Он оказался на задворках российской политики. Главная причина заключается в том, что принципиальное решение, и даже не только принципиальное решение, принимает в России один человек. Это не просто авторитарный режим, это не просто авторитарный режим с признаками тоталитаризма. Это сугубо персоналистский режим, где важнейшее решение принимает один человек. Если этот человек принял такое решение, значит оно будет исполняться. И в этом смысле аналогии, которые Гарри упоминал со Сталином или с кем-то другим еще, имеют право на существование. Это может быть не такой режим, как был сталинский, но важно, потому что Путин это не Сталин в этом плане. Но он совпадает в том плане, что все принципиальные решения принимает один человек. И не важно, кем этот человек был или является, является ли руководителем партии, занимал ли он пост президента или кем-то еще, не важно. Решение принимает один человек. Вы наверняка слышали, это часто обсуждается, о том, с чем именно было связано такое решение Путина. Я это обсуждать не буду, я этого не знаю. Выбор пал на других людей. Это Сергей Шойгу и Сергей Лаврова. Это люди, которые очень тесно связаны в контексте украинской тематики, по дипломатическим линиям и каналам, и по военным. Гарри, я понимаю, что это в Украине довольно-таки непопулярная затея, следить за думским голосованием. Но я думаю, что вы для себя что-то почерпнули с этих выборов, какие-то интересные моменты, все же отследили. Ну, конечно, я отследил, потому что я их сравниваю с нашими моментами. И теперь я уже, если я раньше думал, что, может быть, мы учимся этому у россиян, то сейчас я думаю, может быть, и россияне от нас учатся. И потом, конечно же, они всегда могут показать и сказать, смотрите, что у американцев происходит, что вы нас тут критикуете. У нас только что прошли выборы в Калифорнии. Калифорния один из самых богатых штатов в стране. При Регене был номер один штат, когда Реген был губернатором Калифорнии. Сегодня это самый худший штат, у которого дефицит, бюджет, я не знаю, триллионы долларов. Бездомный, на улицах, извините, человеческие экскременты. Бандитизм, стрельба на улицах идет. Штат, где запрещено оружие, кстати. И вот губернатора переизбрали. Все говорили, что нет, он не годится, его надо убирать. Во-первых, он не носит маску только на людях, а сам он гулянки устраивает, где без масок, где членеоргии происходят. Людей, бандитов выпускает. Генпрокурор Соровский сидит, который только полицию судит. Забирают деньги у полиции, все говорят, что его надо сменить, а он опять выиграл. Как так? Опять останавливается голосование, опять, когда включаются машины, опять он впереди, демократ. Киев и киевляне очень часто критикуют мэра Виталия Кличко. Ну, все равно переизбирать его. С довольно-таки рекордным количеством голосов. Я просто говорю, что кто был до мэра Киева? Вы знаете, что, Вадим, извините, Галина, секундочку тоже. Вы знаете, киевляне имеют право критиковать и должны критиковать и мэра, и президента, и власть, и так далее. Но киевляне не знают, каково состояние преступности в Калифорнии. Это несопоставимо с Киевом. Киев по сравнению с Калифорнией, по сравнению с Соединенными Штатами, с точки зрения преступности, это небо и земля. Это несопоставимые вещи. К счастью для многих жителей Киева, они не были на территории Соединенных Штатов ни во время летних погромов прошлого года, ни сейчас находятся в Калифорнии. Люди, которые там не были, не могут себе представить, что такое возможно в сегодняшней стране, стране, которая является богатой, развитой, которая представляется, и во многих отношениях действительно является развитой страной, и как бы претендующей на то, чтобы показывать образ будущего. Об этом средства массовой информации не распространяются. Но люди просто не имеют по себе представления о масштабах насилия на улицах городов, когда совершаются нападения на улицах, когда совершаются нападения на магазины, совершаются нападения на рестораны. В Калифорнии введено правило, что грабеж похищения из магазинчиков, из аптек, из каких-то, так сказать, в размере до 950 долларов не считается преступлением. Вы представляете, что после этого началось? Сейчас введено предложение, оно даже опробуется, что рецидивистам выплачиваются специальные деньги для того, чтобы они не совершали новых похищений, новых преступлений. Представить себе для нормального человека, для человека, относящегося к цивилизованному обществу, это невозможно. Поэтому киевляне могут и должны критиковать и городские власти, и национальные власти за то, что делают, и то, что не делают, и то, что делают неправильно. Но у киевлян и у всех украинцев должно быть адекватное представление об уровне преступности здесь, в Украине, и об уровне преступности в Калифорнии. По правде говоря, хорошо, там, где нас нет. Надо же, ну так как мы везде-везде были. Так, ну, надо же еще так представлять, что кто был мэром до Крюбичка, я не знаю, Киева. Черновец, Киев, кто исполнял обязанности. Правильно, они были, и если сравнить с ними, то есть что-то лучше, есть что-то хуже. Конечно, вы должны, как Андрей Николаевич говорит, протестовать это и критиковать, и все. Но нету такой разницы, что раньше процветало, и где-то был город номер один, и все сюда хотели приехать, и работа, и культура развивалась, и вдруг приходит новая власть, и начинается отстрел людей, грабеж, бездомные, нелегальные иммигранты, и все это. В сравнении, с чем Калифорния была и с чем она стала, но нету никакого сравнения. Это как раздельно с третьего мира. Соблюдается тенденция к улучшению положения в Калифорнии. Но за тех, при ком было лучше, не голосуют, якобы люди, а с теми, кто изуродовал их дом, и если их дом стоил миллион долларов до этого, то сейчас его и за сто тысяч продать нельзя. А почему так происходит? Это какой-то психологический момент. Либо же... Либо же большевики. Не важно, как голосуют, важно, как считают. Вы знаете, это вот Гарри только что буквально снял с языка, почему у нас все время получается, что... Я первый сказал, успел. Сказал важное слово. Большевики. Смотрите, в 17-й год Российская империя, или уже даже с Временным правительством, да, возникли серьезные проблемы, но как только пришли большевики, начался разгул насилия на улицах российских городов. Это было и в Москве, и в Петрограде, и в Киеве. И счет погибших пошел на сотни тысяч, а потом на десятки тысяч. Развернулось гражданство. Кто и что является главной причиной в изменении характера того общества, которое только что было? Цивилизованным, образованным, которое не боялось выходить на улицах, где работали водопроводы, где работала канализация, где работали все службы. Это произошло буквально за недели, за месяцы. Посмотреть то, что произошло в Петрограде к 18-му году, в Москве, а в Киеве в 18-19 году, что происходило. Власть, изменение власти с иными представлениями о том, что должно быть сделано, с запретами, с новыми регулированиями, и с требованиями к жителям. Все это происходит очень быстро. Это, кстати, говорит всем нам, дает нам очень важный урок относительно того, что цивилизация, вообще цивилизация, это очень хрупкое дело. Она создается в течение длительного времени, в течение усилий многих поколений людей, тысячи миллионов людей. Разрушить цивилизацию можно очень легко, если приходят к власти люди, целью которых является разрушение этой цивилизации. То, что мы видим сейчас, к сожалению, не только в Кабуле, но и в Вашингтоне, и в Калифорнии, и в некоторых других местах, в Донецке, в Луганске, когда к власти приходят люди, целью которых является уничтожение цивилизации. И когда они вводят новые правила и нормы, то тогда начинается насилие, тогда начинаются подвалы, тогда начинаются убийства, тогда начинаются грабежи, тогда начинается развал ткани, очень тонкой, очень хрупкой ткани цивилизованного общества. И это минимум, конечно, в каждом этом месте есть своя специфика. В Кабуле есть своя специфика, в ДНР и ЛНР своя специфика, в Калифорнии своя специфика. Но везде происходит разрушение очень тонкой, очень хрупкой ткани цивилизации. По-моему, Регин сказал, мы всего лишь одно поколение от диктатуры. Раз вы вспомнили Донецк и Луганск, вернемся сейчас немножко к голосованию в Госдуму, потому что украинский след также присутствовал. 150 тысяч жителей Донбасса отдали свои голоса на, хотел сказать, выборах во время этого голосования. Зачем Путину голоса Востока Украины и какую цель он все-таки преследует вот этой массовой российской паспортизации? Потому что уже роздано 600 тысяч паспортов, и это далеко не предел. Ну, целей, как обычно, у Путина несколько. Одна из них заключается в том, чтобы, в том числе и с помощью голосов тех, кто находится на Донбассе, добавить голоса Единой России. Потому что, понятно, ни у кого не является секретом, что на Донбассе официальные цифры голосования за Единую Россию составляют 100% или около 100%. Это совершенно очевидно. То есть, в дополнение ко всем фальсификациям, манипуляциям, дополнительно хоть несколько еще сот тысяч голосов добавить для Единой России, это совершенно очевидно. А в 2024 году это будет для Путина. Совершенно очевидно. Но вторая цель является геополитической. Он таким образом, как бы, играет, если возможно использовать этот термин, играет с Украиной, с украинской власти. И говорит о том, что если не пойдете мне на уступки, то я буду продолжать, как бы, так сказать, притягивать Донбасс в Россию. И не буду готов отдавать Донбасс, как требуют этого украинские власти. И Донбасс, и Крым. Про Крым тоже надо не забывать. Мы говорим про то, что голосовали на Донбассе, а в Крыму? В Крыму то же самое. Это украинская территория. Люди, которые жили в Украине, теперь они почему-то по требованию Путина голосуют на российских выборах. Поэтому это такая геополитическая игра, которая рассчитана на длительную перспективу. И Путин играет и с Украиной, и с западными странами, которые поддерживают Украину. И он показывает, что нет, мы не признаем международно признанные границы. Мы хотим и Крым, и Донбасс интегрировать в российское пространство. Поэтому для Украины, это важная такая оценка, и для Украины, и для международного сообщества. Первое, не признание какого-либо голосования ни на территории Крыма, Севастополя, ни на территории Донбасса. Это раз. И второе, подготовка серьезной, содержательной, долгосрочной программы по реинтеграции этих территорий и граждан, которые живут на территориях оккупированных Донбасса, Крыма и Севастополя, в украинское гражданское политическое пространство, после того, как оттуда уйдут оккупационные войска, и после того, как там сменится власть. Она рано или поздно сменится, она не сменится сегодня, она не сменится завтра, но рано или поздно она оттуда уйдет, оттуда уйдут войска оккупационные. И тогда перед украинскими властями, перед украинским обществом станет очень серьезная и долгосрочная программа реинтеграции этих граждан и этих территорий. И эта программа не на один год. Мы знаем по опыту территорий оккупированных или находящихся под другим политическим режимом, что процесс реинтеграции этих территорий занимает длительное время. Видим, что происходит сейчас, например, в Восточной Германии. Да, Германия объединилась, но и сегодня, 30 с лишним лет спустя, после объединения Германии, Восточная Германия отличается не только внешне, внешне может быть не столь заметно, но по поведению людей, которые выросли, получили воспитание, образование в ГДР, они все равно отличаются. Ментальные различия. Существенные. Поэтому этот процесс рассчитан на длительное время. Надо понимать и надо обладать в этом смысле и терпимостью, понимание, что это невозможно сделать за короткое время. Но это, конечно, и работа с теми, кто является лицами, совершавшими преступления, и теми лицами, кто являлся жертвой в том числе пропаганды и промывки мозгов. Подход должен быть селективный по отношению к разным людям, и соответствующее украинское общество должно быть готово к тому, что станет очень серьезной проблемой. Кстати говоря, вот, например, для Южной Кореи, которая также, естественно, предпринимает усилия по тому, чтобы осуществить реинтеграцию обеих Корей рано или поздно, для них очень серьезный вопрос. Они очень тщательно изучали вопросы реинтеграции Западной и Восточной Германии. И сейчас для южнокорейцев, которые так или иначе готовятся к тому, что рано или поздно произойдет объединение Кореи, для них стоит очень серьезная проблема, как реинтегрировать в тело Кореи 20 с лишним миллионов человек, которые уже в течение 70 с лишним лет прожили в условиях тоталитарного режима, и которых просто сознание искажено. Мы говорили про социологическую службу, которая не в состоянии даже адекватно отрефлексировать состояние сознания людей, живших и живущих в авторитарных и тоталитарных обществах. Украине надо быть готовым к тому, что эта проблема встанет. И никакие там минские соглашения, которые там требуют на следующий день, через день, после того, как выходят границы, происходят выборы. Это ерунда. Ничего нормальных, никаких свободных выборов на следующий день быть не может быть. Это очень длительный, сложный, непростой процесс выздоровления, обучения и, как бы сказать, вылечивания, в самом прямом смысле, вылечивания людей, которые оказались в этой тяжелейшей ситуации. 40 лет по пустыне. Гарри, секундочку. Мне кажется, что мы сейчас как раз и подошли вплотную к очень главному и в то же время болезненному вопросу, как вернуть мир на Донбасс. Потому что, если же говорить о позиции Офиса Президента, непосредственно Владимира Зеленского, мне кажется, что там руководствуются несколько таким упрощенным видением ситуации. Мол, нужно встретиться с Путиным, еще раз посмотреть ему в глаза, и вот тогда мы, возможно, и сможем добиться какого-то определенного результата. И вот в Офисе Президента также говорили, что на будущей встрече, которая состоится, они так считают, нужно поднимать вопрос Крыма, который по утверждению Владимира Путина, и в устами постоянно говорит Дмитрий Песков, этот вопрос является закрытым. Как вернуть мир на Донбасс, Андрей Николаевич? Значит, мир на Донбасс, как вообще любой мир, можно получить двумя способами. Первое – сдаться. Это самый легкий способ. Отвергаем этот способ. Тогда вот сразу наступает мир или как бы кажущийся мир. Если же мы говорим об устойчивом мире, то устойчивый мир в современном мире достигается путем восстановления международно признанных границ. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, Хельсинским актом, заключительным актом по совещанию безопасности в Европе, в соответствии с серией российско-украинских или украинско-российских международных договоров и так далее, и так далее. Для этого необходимо восстановить международно признанную границу, та, которая существовала с 1991 по начало 2014 года. Восстановив эту границу, мы понимаем, что на этой территории находятся несколько миллионов человек, частью которой жили на этой территории тогда, когда эти территории были украинскими, а также оказались несколько новых сот тысяч человек, которые приехали из России уже после 2014 года. Особенно это касается территории Крыма. И встает вопрос, что делать, как с теми людьми, которые являются прежними жителями этих территорий и новоприехавшими. Дальше начинается серьезный процесс, как мы и говорили, восстановления, вылечивания от той авторитарной, тоталитарной системы, в которой эти люди находились где-то 20 лет, если касающиеся, кто приехал, либо в течение последних семи с лишним лет, те, кто находились на этой территории и там оказались. Это серьезный длительный процесс. Этот процесс не может быть осуществлен за короткое время. Поэтому подход, заключающийся в том, что в результате одной встречи или нескольких встреч на уровне руководителя Государства, можно достичь этих результатов, это невозможно. Во-первых, это не будет при жизни господина Путина. И тот, кто полагает, что это возможно, питает иллюзии. Это не будет при жизни Путина. Это будет после того, как в Кремле, в России придет другая власть. Другая власть, мы не знаем, какая она будет, но любая ответственная российская власть кровно заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Украиной. Между российским обществом и украинским обществом, между украинским народом, между российским народом и украинским народом. И это любая первая ответственная власть в Москве, в Кремле предпримет шаги по эвакуации российских войск с оккупированных территорий и возвращения оккупированных территорий Украине. Понятно, что это займет какое-то время, понятно, что это будет сопряжено с разными проблемами, и эти проблемы надо будет решать. Но это задача для любого первого ответственного российского правительства. До этого этого не произойдет. Да, я хочу еще добавить, что у меня есть друзья корейцы, они говорят, что они уже не только выглядят севернокорейцы и южнокорейцы, они там менталитет другой, другие понятия, они уже физиологически другие люди. Они как бы совершенно две разные нации оказались. Поэтому это чрезвычайно сложно. Насчет Донбасса, да, конечно, это очень выгодно Путину, потому что это будет долгая кровоточащая рана, за которую он все время может дергать, шантажировать, интриговать и Запада, и Украину, понимая, что это такая козырь в его руках. Ну, я еще хочу добавить, что говорит Андрей Николаевич, к тому, что, да, лечить придется, и это лечение, оно очень болезненное и очень сложное, но я считаю, что не только лечить тех людей, которые там, или которые там оказались, возьмем Донбасс, даже Крым сейчас не будем, а лечить даже надо будет самих себя в первую очередь. Как вы будете относиться к этим людям, когда они уже станут частью Украины? Как к людям, как советская власть относилась к тем, кто был на оккупированных территориях, к коллаборантам, к предателям? Хорошо, как будут относиться они к тем людям, которые переедут обратно в свои квартиры и дома из Харькова, из Киева, которые оттуда убежали, как к предателям, или они будут к ним относиться как к тем предателям? А как насчет тех, которые ушли в Россию и хотят вернуться? Потому что, наверное, закон, там их недвижимость, она принадлежит им, никто в них ее не откупал, никому они не продавали, у них сохранились украинские паспорта. Как же и с Крымом, как относиться к тем людям, которые активно участвовали в Крымской везде? Как вы будете между собой разбираться? Вот это самое сложное, да, инфраструктуру, там, Европа, Америка даст денег, инфраструктуру, мосты, дороги там отстроят, канализацию. Можно вернуть территорию, как вернуть людей, да? А людей, как вернуть, и как отношения будут построены между этими людьми? Эти люди, почему они предатели? У них там брат был в России, где-то там в Новосибирске или под Ленинградом. Жить им негде. Они убежали, спасая детей от войны. Просто эти убежали сюда, а те убежали туда. У этих родственников здесь, а у этих родственников там. Вот и все, они обыкновенные люди. Они просто хотели жить. Больше ничего. Они никакие не предатели. Но как их воспримет люди? Как их воспримет матери, которых погибли сыновья и дочеря на войне? Те-то спасли своих детей, а мои-то погибли. Вот здесь будет большая проблема. И, конечно, политики это начнут политизировать. И журналисты это начнут раздувать. И раскалывать общество. И если не Владимиру Владимировичу Путину, то его последствия... Это будет очень на руку все. Это будет все равно играть им на руку. Если мне память не изменяет, это именно вы словесно рисовали такую картинку будущего, что маршрутку или же вагон поезда зайдет вдова погибшего солдата со стороны вооруженных сил Украины и вдова погибшего боевика со стороны ЛНР и ДНР. Вот они встретятся, и что они друг другу скажут? Какой может быть диалог? Да, это очень проблематично. Это мы можем видеть и как с палестинцами это происходит, как с Абхазами. Это в истории происходило. Это очень сложная и болезненная вещь, которая не решается за один день, или за год, или за 10 лет. А иногда и за 100 лет. Я считаю, что единственное, как может быть, и Андрей Николаевич меня поправит, потому что он экспорт в этом деле. Если Украина станет экономически сильной, коррупция будет минимальная, уровень жизни будет высокий, то и Донбасс, и Крым, и все остальные захотят вернуться в Украину сами. Сами захотят быть там. Люди по своей натуре хотят быть там, где лучше. Почему все хотят в Америку приехать? Потому что там лучше, там лучше жить, там спокойнее жить. Ну, пока, до сегодняшнего момента. Почему украинцы массово едут в Польшу? Там лучше платят, там лучше условия. Там лучше условия, да. Люди едут туда, люди... И это нормально. Это нормально, что у людей есть такое чувство, что надо быть там, где лучше, или где правильнее, или где комфортнее, или где безопаснее. Где твои дети могут учиться, где твои родители могут лечиться. Вы знаете, что вот сейчас заговорили про Польшу, а вот и Гарри, и я буквально там пару недель тому назад были на форуме в Карпыче, вместе участвовали там и были в Польше, тоже видели и на форуме, и видели саму Польшу, и встречали много украинцев, кто сейчас находится в Польше и работает в Польше. Вы знаете, я немножко уже рассказывал о моих встречах, но мне пришла в голову такая мысль. Исторически, вы спрашивали, Гарри, почему Украина оказалась свободнее, и, может быть, к этому еще вернемся, если этот вопрос интересует. Но вот я бы вот на что обратил внимание. Исторически так получилось, что в течение нескольких столетий шла такая длительная и очень беспощадная, бескомпромиссная конкуренция между двумя центрами цивилизации как бы в славянском мире, между Польшей и Россией, между, грубо говоря, Краковом или Варшавой с одной стороны, и Москвой и Петербургой с другой стороны. И эта конкуренция шла как бы в два геополитических проекта. Геополитических проектов, политических, экономических, культурных, цивилизационных. И полем конкуренции были такие, в том числе и страны, территория и Беларусь, и Украина. И поляки, как бы сказать, претендовали на территорию Украину и на украинские души. И московитяне то же самое. Понятно, что у украинцев есть своя собственная точка зрения, своя позиция, не Варшава и так далее. Но вот сейчас на каком-то этапе, мы знаем, Российская империя, осуществив совместно с Пруссией и Австрией трижды раздел Речи Посполитой, а потом еще четвертый раздел в 1939 году. Для поляков считается четвертый раздел. Казалось бы, одержала там какую-то историческую победу. А вот сейчас, глядя на то, куда предпочитают ехать украинцы, где работать и где жить, вот видно, что Польша в качестве модели развития обладает явным преимуществом по отношению с Россией. Это не значит, что украинцы все переедут там в Польшу или все они будут делать. Я уверен, что украинцы создадут здесь, на территории Украины, успешный вариант политического, правового, экономического развития, который будет не хуже Польска, а, возможно, и лучше через какое-то время. Но вот сейчас, выбирая между, сейчас как бы свободный выбор. Здесь относительно свободный выбор. Понятно, что у кого-то были родственники в России, те поехали, естественно, к родственнику туда. Но у тех людей, у которых есть возможность, нет такой привязки к родственнику, где жить, где работать, куда люди тянутся, разговоров нет. Конечно, в Польшу для украинцев. И это на самом деле говорит не о том, что... Почему это происходит? Потому что Польша вот за эти последние 30 лет, прошедших после провала коммунизма, после крушения коммунизма, смогла создать такую модель, которая является привлекательной и для поляков, и не только для поляков. Туда едут и украинцы, туда едут и белорусы, туда едут и русские. Работать в Польше. И там много таких, кто готов там работать и кто там готов там жить. И это означает, что лучшее из польского опыта, лучшее из польской модели можно и нужно использовать в Украине для того, чтобы создать свой национальный вариант, свою национальную модель, использующую лучшее из польского опыта, из европейского опыта, из канадского опыта, из американского опыта, из южнокорейского опыта, из израильского опыта, из любого опыта здесь, на территории Украины. А почему подобную модель в Украине мы не создали ранее? Я не знаю, но я могу сказать, что с 2002 по 2006 год я служил в Польше. А до этого я был в Германии, в Америке. И в 90-е годы все поляки приезжали в Америку, в Германию, в Италию. Они работали на всех этих няни, садовники, рестораны, помощники, официанты. На таких работах обслуживающего персонала. Все говорили, что все поляки сейчас уедут из Польши. Когда я служил в Польше, эти поляки стали возвращаться. Их дети получили образование в Германии, в Италии, в Австрии, в Америке. Они стали возвращаться. Я видел, как Польша расцветала. И сейчас, приехав в Польшу с Андреем Николаевичем пару недель тому назад, я ее не узнал вообще. Какая-то европейская обыкновенная страна с дорогами, машинами, домами. Современная, абсолютно странная. Она сильно не отличается от другой европейской и западной страны. Я думаю, что то же самое произойдет, я согласен, Андрей Николаевич, произойдет и с Украины. Эти украинцы, которые сейчас поехали работать и зарабатывать на этих работах на Запад, и в Польшу, они, их дети, они вернутся. Они вернутся уже совершенно другими. Они привезут эту культуру, они привезут эти знания, они привезут этот опыт обратно в Украину. Но раньше почему это не произошло, я не знаю. Наверное, потому что у вас сосед такой сильно не отпускает вас далеко погулять. Внутренний фактор. Ну, внутренний, конечно. У вас пятая колонна, там все, война. Это все играет, конечно, свою роль. Но я тоже, как и Андрей Николаевич, я вижу светлое будущее Украины. Я вижу, что Украина зигзагом, шаг назад, два вперед, но идет вперед, идет в правильном направлении. И это видно по стройкам, это видно по дорогам, это все равно видно. Я знаю, что в одной доросли может быть плохо, в другой лучше, в другой третий чуть лучше. Но в целом, когда ты уезжаешь и приезжаешь сюда, ты видишь прогресс. Ну что, господа, на это вы хотели еще несколько слов? Я просто хотел, тут много, конечно, тем, но просто коротко скажу. К сожалению, должны заканчивать. Да, прошу, Андрей Николаевич. Ну, просто очень коротко скажу, что прежде чем у поляков получилось то, что у них получилось, а у них это, безусловно, получилось, это общепризнанный консенсус о том, что польское развитие последних 30 лет является образцовым и для нашей части мира, и не только для нашей части мира. Прежде чем у поляков это получилось, польское общество проделало очень важную внутреннюю интеллектуальную работу. Они достигли практически консенсуса по многим вопросам общественно-политического развития еще в коммунистическое время, к 89-му году. Это было сделано благодаря работе такого журнала «Культура» иммигрантского, издававшегося в Париже. Это было сделано благодаря работе подпольной организации «Коскор». Это было сделано благодаря профсоюзу «Солидарность», который объединял 10 миллионов своих членов и так далее. В рамках этих организаций, в рамках этих публикаций были даны ответы на важнейшие вопросы, которые интересовали польское общество. Абсолютное неприятие коммунизма, абсолютно неприятие каких-либо вариантов социализма, признание восточных границ, кстати говоря, отказ от восточных резов, в том числе и Львова, и Вильна, которые для поляков были очень важны, но это было внутреннее сознание, мы отказываемся от этих территорий, мы признаем новые границы, и мы отказываемся от имперской политики. Это было очень важно. И мы сосредотачиваем усилия на цивилизационном развитии и на вхождении в западную цивилизацию. Вот признав вот эти все важнейшие позиции, и эти позиции стали частью национального консенсуса, а поляки занялись строительством нового государства и добились фантастической реализации, в том числе практически почти, или в очень значительной степени, избавившись от коррупции, которая была очень серьезной до этого. И сегодня просто в любой ситуации ты сталкиваешься с этим, она поражает. Поляки менее коррумпированы, чем немцы, чем сегодняшние немцы. То, что нарушает традиции, традиционное восприятие, сегодняшняя Германия, к огромному сожалению, гораздо более коррумпированной, чем сегодняшняя Польша. Коррупция в Украине не принято. Я еще раз говорю, тут очень важно сравнение Польши. То есть никто никогда 30 лет назад не мог себе представить, что Польша будет менее коррумпирована, чем Германия. Потому что Германия в течение многих поколений, даже столетия, воспринималась как эталон некоррупционного поведения. Сегодня это не так. Это еще раз говорит о том, насколько гибким, насколько изменяющимся является социальная ткань. Можно достичь больших успехов цивилизации, как было в Калифорнии, можно их уничтожить. Можно в течение столетий демонстрировать образцы некоррупционного поведения, можно их испортить. Можно быть в очень тяжелом положении и добиться впечатляющих результатов, как это сделано в Польше, как это было сделано в Грузии во времена президентства Саакашвили, а как это было сделано и делается сейчас в Литве, в Эстонии, в некоторых других странах. Если Украина, и когда Украина пойдет по этому пути, у нее получится. Обязательно получится. Я хочу сказать, что смотреть надо, что почему, опять же, этот Давос, этот большевизм, сегодня в мире, будь то он в России, будь то он в Америке или в Европе, почему ваши страны так и не могут спрятаться? Потому что вы идете. Поэтому Польша, Венгрия, Украина тоже будет. Их называют, они уже называют их фашистскими. А они процветают, и люди там живут лучше. А у них ухудшается, потому что они хотят быть в социалистическом лагере, а вы не хотите. Вы уже там побывали. Вот надо это всегда иметь тоже, об этом думать. Господа, я вас благодарю за этот разговор, за эту беседу. Увы, далеко не все темы мы сумели сегодня обсудить. Времени не так было много, но я уверен, что в ближайшем будущем мы повторим эту дискуссию, этот разговор в таком вот составе. Спасибо вам еще раз. Андрей Ларионов, бывший советник президента России по экономическим вопросам, и Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке, были сегодня вместе с нами на Политека. Спасибо нашим зрителям за внимание. Всего доброго и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok